Всем привет! На днях компания HotWave запускает свой новый защищенный смартфон T7 Pro, о котором я расскажу подробнее в этом видео. Итак, продажи новинки стартуют 17 июня и по 23 июня ее можно будет приобрести всего за 125 долларов. В рублях это получается менее 12 тысяч, а с учетом купонов может выйти еще дешевле. Да, друзья, такая вот красота, этот изящный аппарат можно на самом деле купить за такие небольшие деньги. Причем в названии этого устройства присутствует слово PRO. Обычный HotWave 7 вышел еще в марте, но он был сильно урезан по сравнению с этой моделью. В нем не было сканера отпечатков пальцев, NFC и других привычных опций, тогда как в PRO версии все это имеется. Плюс дизайн здесь просто обалденный. Сейчас модно использовать большие круглые блоки камер, но здесь еще и большая часть задней панели сделана под оранжевую, или я бы даже сказал светло-красную кожу. Смотрится это просто шикарно, привлекает внимание. А для тех, кто не любит яркие оттенки, существует еще и версия в черном цвете. Помимо своей красоты аппарат также может предложить большой 6,6-дюймовый IPS-дисплей с Full HD+, с разрешением и каплевидным вырезом под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера имеет разрешение аж 64 мегапикселя, плюс к этому аппарат обладает еще и большим объемом памяти. 256 гигабайт внутренней и 6 гигабайт оперативной. Так что по характеристикам здесь все очень хорошо. Теперь предлагаю взглянуть на комплект поставки, посмотреть здесь действительно есть на что. Итак, помимо самого аппарата, в коробке вы также найдете защитное стекло. Также есть салфетки, с помощью которых вы сможете наклеить это стекло без пузырей и пылинок. Далее кабель со штекерами Type-C. Салфетки, руководство пользователя, ключик для извлечения лотка, сим-карты и карты памяти. И адаптер питания с поддержкой быстрой 20-ваттной зарядки. Так что покупая T7 Pro, вы можете быть полностью уверенными в том, что отдельно вам докупать ничего не придется. Концепция, которая заключается в том, чтобы сделать защищенный смартфон очень красивым, отлично здесь используется. Ведь несмотря на то, что у этого аппарата такой изящный дизайн, тем не менее он специально разработан для того, чтобы можно было пользоваться и в суровых условиях. Имеется поддержка стандартов пыль-влагозащиты IP68 и IP69K, также военного стандарта MIAL STD-810G. Все это позволяет защищать аппарат не только от пыли, воды и падения с высоты до полутора метров, но еще и позволяет работать при температуре от минус 55 до плюс 70 градусов. То есть, сгодится аппарат хоть в Африке, хоть в Антарктиде и в Арктике, где угодно. Вы можете взять его абсолютно в любые места и быть спокойным. Несмотря на всю свою защищенность на уплотнении на углах, алюминиевые вставки с винтами и заглушки на разъемах, аппарат отличается внешне от большинства других защищенных смартфонов. Он тонкий, 12,8 мм для защищенного смартфона это вообще ни о чем. И легкий, 283 грамма это не намного тяжелее iPhone 15 Pro Max. То есть, вы не ощутите какой-то особой разницы по сравнению с обычным смартфоном, но при этом получите классный козырь в виде защиты. Кстати сказать, с завода на экран наклеена защитная пленка, под которой находится стекло Corning Gorilla Glass 3-го поколения, которое более устойчиво к царапинам, чем свежие версии стекол этого производителя. Но, тем не менее, Gorilla все равно царапается, поэтому и нужны защитные пленки. Что касается расположения элементов корпуса, то здесь все не так гладко, как хотелось бы. Сканер отпечатков пальцев здесь имеется, но расположен он отдельно от кнопки питания, поэтому придется привыкать. Это, конечно, малость неудобно. Возможно, конечно, что его расположили отдельно из-за того, чтобы не тянуться кнопки питания, которые расположены достаточно высоко. Но, с другой стороны, что мешало сделать кнопку питания и заодно встроенный в нее сканер отпечатков пальцев чуть ниже? Непонятно. Качелька регулировки громкости находится с левой стороны, что также непривычно, но расположена она примерно посередине, так что дотянуться до нее вполне можно, не составляет труда. Единственное, что, опять-таки, с непривычки я часто делаю ложные нажатия, благодаря которым получаю ненужные мне скриншоты. Вот так примерно, да. Чуть выше расположен комбо-слот для сим-карты и карты памяти. На нижнем торце разъем Type-C для зарядки, микрофон, отверстие для крепления ремешка и динамик. Динамик здесь выше среднего по громкости, но по качеству так себе, немного глуховат, но, как говорится, третий сорт не брак. Трех с половиной миллиметровый аудиоразъем, к сожалению, отсутствует. Можно использовать, конечно, беспроводные наушники, но имейте в виду, что версия Bluetooth в аппарате немножко устаревшая, 4.2, поэтому соединение будет не столь быстрым и не столь стабильным. Диагональ дисплея составляет 6,6 дюймов, но кажется он еще больше, видимо, из-за крупных рамок, особенно нижней и верхней. Сам дисплей, однако, совсем неплох, он отлично смотрится с обоями, которые установлены по умолчанию, но если посмотреть на другие обои, то, в принципе, они также здесь, на мой взгляд, достаточно удачно подобраны. Разрешение составляет 1080 на 2460 точек, за свои деньги это, ну, просто мега шикарно. Плюс дисплей имеет очень хорошую яркость, 480 нит, что важно при использовании аппарата на улице в летние солнечные дни. Частота обновления экрана здесь стандартная, 60 Гц. Работает аппарат на не совсем свежей, но тем не менее актуальной версии Android 13. И по большому счету здесь типовой Android без каких-либо сюрпризов. В основном меню вы найдете привычную папку для инструментов, которых здесь несколько меньше, чем бывает обычно. Это фонарик, измерение высоты, лупа, тревога, транспортер и компас. Достаточно полезные инструменты, которые могут пригодиться как в быту, так и где-нибудь на природе. В настройках вы также найдете приложение DuraSpeed, которое отвечает за оптимизацию системы. Имеется также пункт Smart Assistant, в котором вы можете изменить навигацию в системе, выбрав управление жестами или с помощью трех сенсорных кнопок назад, домой и последнее. Также вы здесь можете настроить жесты, добавить контакты для быстрого доступа в чрезвычайных ситуациях, активировать запись экрана, включить режим в перчатках, который зимой особенно будет полезен, и настроить скриншоты. Поскольку смартфон достаточно большой, было бы неплохо видеть здесь функцию управления одной рукой, но этого, к сожалению, нет. Зато есть возможность расширения оперативной памяти, где вы можете к 6 гигабайтам физической оперативной памяти добавить еще до 6 виртуальной. Возможно, такое расширение когда-нибудь в будущем понадобится. Так что пока можете не активировать, но всегда имейте в виду, что память также расширяется. То же самое можно сказать и о внутренней памяти. Ее объем составляет 256 гигабайт, стандарта UFS 2.1. И, надо сказать, это просто огромный объем для такого недорогого смартфона. Плюс есть возможность расширения карты памяти вплоть до 2 терабайт. Процессор Mediatek MT8788, на котором базируется HotWave T7 Pro, известен тем, что изначально он использовался в планшетах. Однако с прошлого года стал все чаще и чаще применяться и в смартфонах. Это восьмиядерный чипсет, выполненный по 12-метровому техпроцессу. Это вполне приемлемое, хоть и не самое производительное решение. В тесте Antutu аппарат набирает 258 278 попугаев, и его можно сравнить примерно с процессором Helium G85. Примерно такой же уровень. То есть значительных, прямо-таки раздражающих фризов вы здесь не увидите, но мелкие лаги возможно. Для тяжелых игр это далеко не самое лучшее решение, но если очень хочется, то почему бы и нет. В PUBG Mobile на средних настройках поиграть вполне можно. Аккумулятор здесь не самый мощный для защищенного смартфона, но и сравнить с обычными смартфонами, то 6280 мАч можно считать вполне впечатляющей емкостью, которая позволяет вполне реально проработать два полных дня без подзарядки. 10 часов экрана аппарат тянет, заряжается аппарат достаточно быстро, от штатного 20-ваттного адаптера от 0 до 100% примерно за час 45. По камерам ситуация здесь весьма интересная. Основная камера имеет разрешение 64 мегапикселя по бумагам, но суть заключается в том, что процессор поддерживает максимум 32-мегапиксельное разрешение. Я думаю, что и поэтому процессор пользовался популярностью в планшетах, где не нужно было ставить камеры с высоким разрешением. Здесь же в случае с этим аппаратом мы имеем дело с интерполяцией, поэтому в настройках камеры первым делом сделайте разрешение пониже, то есть по умолчанию идет 64 мегапикселя, смело переключайте на 13 мегапикселей и будет вам счастье. Какой-то разницы вы не заметите, но изображения будут занимать гораздо меньше места в памяти смартфона. Вторая камера является вспомогательной и добавляет глубины в портретных снимках. Фронтальная камера имеет разрешение всего 8 мегапикселей и умеет записывать видео в HD-качестве, тогда как с основной камерой разрешение видеосъемки увеличено до Full HD. В обоих случаях стабилизация отсутствует, хотя стоит отметить, что для фотоснимков стабилизация есть и рекомендую ее активировать, тем самым меньше будет шансов получить смазанное изображение. В целом камеры здесь, как это обычно бывает в китайских бюджетных смартфонах на 3 с минусом, динамический диапазон не работает и фото и видео зачастую получаются слишком темными. А вот по качеству связи нареканий нет, за несколько дней использования отвала в сети не замечал, прием хороший, качество передачи речи на уровне большинства других моделей. Сейчас все больше и больше появляется защищенных смартфонов, которые можно отнести к категории устройств для повседневного использования, то есть это уже не те брутальные аппараты для каких-то специфических сценариев использования. И, конечно, такая их универсальность делает такие модели доступными для разной аудитории. Выдержит ли HotWave T7 Pro конкуренцию пока непонятно, а время покажет. Это не самый лучший смартфон в своем классе, но у него есть отличный козырь. Это цена, по которой он будет продаваться на старте. Самым большим компромиссом, я считаю, расположены отдельно от кнопки питания сканер отпечатков пальцев. Все остальное, все остальные минусы, такие как версия Bluetooth, частота обновления 60 Гц и отсутствие аудиоразъема, они здесь менее значительные. Для защищенного смартфона с таким богатым комплектом, ярким дисплеем с Full HD+, разрешением, большим объемом памяти, изящным дизайном, 12 тысяч рублей это очень хорошая цена. Ссылку, где его приобрести, на всякий случай, оставлю в описании к этому видео. На этом все. Надеюсь, что это видео помогло вам понять, подходит вам этот смартфон или нет. Если это так, поддержите его лайком. Оставляйте комментарии, что думаете о HotWave T7 Pro. Делитесь своим мнением, задавайте вопросы. Подписывайтесь на этот канал и канал CamReview в телеге. Я уже говорю все это автоматом, как робот. Думаю, что вы и так об этом в курсе. Также и о том, что все самое интересное еще впереди.